Подготовку к парламентским выборам обсуждают на съезде Единой России. Не давать невыполнимых обещаний однопартийцев призвал сегодня Дмитрий Медведев, напомнив им о политической ответственности. Репортаж Дмитрия Кочеткова. Единороссы готовятся к прозрачным и конкурентным выборам. В мае крупнейшая партия страны собирается провести праймерис или предварительное голосование. Предложить свои кандидатуры смогут не только члены партии, но и единомышленники. О важности честной борьбы и опоры на гражданское общество говорится и в приветствии Владимира Путина к съезду. Его зачитывают лидеры Единой России Дмитрий Медведев. Затем премьер выступает с большим докладом. Страна в непростом положении, на Россию давят со всех сторон. Медведев говорит, что в этих условиях для партии важна победа на предстоящих в сентябре парламентских выборах. Причем с людьми надо говорить открыто, честно и без невыполнимых обещаний. Убедительно прошу вас не обещать людям того, что мы не сможем выполнить. Мы ответственная политическая сила, особенно в условиях жесткого бюджета. Времена высокой нефтяной ренты прошли. Мы все, естественно, я как председатель правительства, хорошо знаем возможности нашей текущей бюджетной ситуации. Одновременно хочу обратиться и к избирателям. Уважаемые наши граждане, уважаемые избиратели, не верьте тем, кто будет обещать золотые горы. Будут разговоры о переделе собственности, как в 2017 году. Мы отлично знаем, чем такие разговоры заканчиваются. Будут и призывы включить печатный станок. Но вряд ли кто-то из оппонентов Единой России признается, сколько в таком случае будет стоить хлеб в магазине. И как быстро могут обесцениться выплаты и пособия, сбережения и зарплаты. Их все съест инфляция. Все больше сообщений о задержке зарплат в регионах. Эту проблему должны решать губернаторы. Государство обязано при любых условиях платить заработную плату. Но ни врачи, ни пенсионеры, ни студенты не должны просить своих денег. Тем более на митингах и на улицах. Еще раз обращаю внимание коллег-руководителей регионов. Все эти невыплаченные деньги – это ваша ответственность. С этим нужно разобраться. В непростых экономических условиях государство не собирается отказываться от социальных обязательств. С 1 февраля пенсии выросли на 4%. Премьера, лидер Единой России, считает, что нужно проработать вопрос о второй индексации. Но решение будет принято позже, исходя из экономических показателей за первое полугодие. Другая инициатива касается малообеспеченных семей. С мая прошлого года за счет средств материнского капитала можно получить единовременную выплату – 20 тысяч рублей. Учитывая, что ситуация с доходами людей по-прежнему напряженная, предлагаю сохранить подобную форму поддержки, но при этом сделать ее более адресной, более эффективной. Готов поддержать инициативу о том, что это должна быть ежемесячная выплата малообеспеченным семьям. А размер этой суммы мы еще обсудим. Приоритетами в партийной работе должно стать решение проблем в сфере ЖКХ ценами на продукты в регионах с нехваткой лекарств. Премьер заявляет, что медицинские препараты должны быть доступными и желательно российского производства. Я утвердил обновленный список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на этот год, который вступит в силу совсем скоро, с 1 марта. Он расширен по отношению к прошлому году. Все это, я надеюсь, позволит сдерживать необоснованный рост цен на лекарства. Поэтому считаю исключительно важным, чтобы партия проконтролировала, что делается для обуздания цен и борьбы с обнаглевшими посредниками. А их хватает. Если потребуется, то по всем регионам. Важная новость для желающих решить квартирный вопрос. Речь идет о возможном продлении программы субсидирования ставок по ипотеке. Многие обращаются в партию с просьбой сохранить доступную ипотеку. Это, скажем так, по-честному, немалые затраты для государственного бюджета. Хочу сказать, что я это предложение поддерживаю. Предлагаю продлить программу субсидирования ставок по ипотечному кредитованию. А госслужащим, получающим высокие зарплаты, возможно, придется умерить свои аппетиты. По словам Дмитрия Медведева, депутаты от «Единой России» могли бы отказаться от компенсаций в связи с досрочным прекращением полномочий за переносы выборов. Также Медведев призывает чиновников забыть о новых офисных зданиях. Расходы на весь госаппарат в этом году решено сократить на 10%. Вообще надо научиться избегать необоснованных расходов. Что же касается предложений по поддержке бизнеса, Дмитрий Медведев предлагает сохранить единый налог на вмененный доход и продлить его на три года. Накануне на дискуссионных площадках съезда много говорилось о том, что пора снижать налоги. Дмитрий Медведев считает, что действовать надо аккуратно. Стратегическая задача заключается в том, чтобы перейти к снижению налоговой нагрузки. Лучший рецепт в нынешних условиях, в условиях, когда экономическая активность заморожена во многом, это дать свободу предпринимателям и стараться во всяком случае, настолько, насколько это возможно, снижать налоги. Что же касается праймери, с 22 мая Единая Россия откроет 20 тысяч избирательных участков по всей стране. Участие кандидатов от партии в этой генеральной репетиции парламентских выборов будет обязательно. Это даст как раз партии то, чего не имеют другие партии. Это не забюрокрачивание, а как раз вот та энергия, живая энергия общества, передовых коллективов, которые войдутся в партию, пройдут через праймерис, будет восприняты избирателями, поддержаны и далее позволят им реализовывать ее уже в интересах развития страны. И каждого гражданина тоже. Все процедуры демократические, которые мы внедряем, в том числе отбор, праймерис, дают право каждому гражданину нашей страны участвовать в жизни общества и доказывать и реализовывать свои лучшие качества. Перед праймерис в Единой России придумали проект «Кандидат». На интернет-сайте уже зарегистрировалось более 12 тысяч желающих принять участие в предварительном голосовании. Здесь дистанционно учат публичным выступлениям и готовят к дебатам. Нельзя начинать с критики оппонентов. Должно предлагать свои аргументы и свое видение реализации партийной программы. То, что обязательно участие в дебатах, на мой взгляд, это очень важно. За полгода до парламентских выборов на треть обновились руководящие органы партии, множество новых лиц. Герой России Максим Сураев дважды побывал в космосе, а теперь готовится к праймерис Московской области. А Елена Пугачева в Генеральном совете Единой России будет представлять свое родное село Чемодановка. Этот населенный пункт уже прозвали офшорной зоной, но не из-за уклонения от налогов. В Чемодановке множество частных предприятий. Даже в местной школе недавно запущен проект обучения предпринимательству. Детям это интересно. Я думаю, что многие из тех, кто здесь занимается этим, смотрят это производство, конечно, они останутся в родном селе. В связи с этим село Чемодановка будет расти, процветать. Сегодня завершен первый этап съезда. Второй пройдет в июне, уже после праймерис. Единороссы определяют федеральную часть списка, в том числе лидера.